здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос петр сегодня мы поговорим о луковой шелухе какая польза от нее на огороде значит у нас всегда выращиваем лук остаются отходы ну кто-то эти отходы выбрасывает и конечно совершенно напрасно вот своих лучше сохранить и в дальнейшем использовать ну значит сразу забегая немного на перо скажу что эту луковую шелуху если внести в почву значит большой пользы не будет в чистом виде вот собрали сухую внести в почву почему потому что в ней содержится много фитоцинных веществ и эти вещества будут просто-напросто угнетать рост микроорганизмов поэтому обучена так просто микроорганизмов на спорт это шелуха будет не реализоваться очень медленно и растение будет развиваться плохо хотя самой уже после этого оказана вытяжка растение будет развиваться прекрасно ну давайте все по парадочку зачем полезна луковая шелуха лука шелуха полезна тем что она имеет фитонцидные свойства также она имеет бактерицидные свойства значит на участке она поможет бороться как с болезнями так и вредителями конечно как бы при правильном ее приготовлении следующее значит у нее содержится в луковой шелухе такое вещество как вертицин это даст нашим растениям повышенную сопротивляемость болезням растения станут более устойчивы дальше растения станут накапливать больше витаминов и что самое важное значит вкусовые качества наших растений после полива луковым настоем улучшится ну за счет всего то что витаминов больше больше полезных веществ соответственно улучшается вкусовые качества и что необходимо помнить что самый хороший эффект наблюдаются луковые шелухи которые собраны в осенний период то есть здесь самое высокое содержание веществ шелуха которая собирается с лукой уже весной она как бы уже почти пустая там этих полезных веществ не остается а то остается только окраска и она уже больше пригодна весенняя шелуха как краситель что мы конечно применяем в своей практике на один религиозный праздник но значит идем по агрономической линии что необходимо знать о шелухе наша шелуха наша технологии разных но тут принцип всюду одинаковый 500 миллилитров 500 грамм шелухи мы можем значит залить горячей водой 10 литров воды 10 литров воды залили наставим наставим сутки и после этого опрыскиваем или поливаем наши растения есть другая как бы методика что 50 грамм луковой шелухи что тоже сам на 1 литр воды кипятим прокипятили закипела и даем настояться сутки настояла сутки и беру наше растение опрыскиваем ну значит если до таких концентраций на штуку шелуху можно не растворять ну если будете поливать сделать полив растений нас ее можно разбавить наполовину полученный настой наполовину водой поливаем растение нужно что-то это 300 грамм на дно растения под корень выливаем значит что нам дает полив на растение под корень значит растение становится более устойчивым болезнями активизируется рост почвенной микрофлоры и растение будет более здоровые более коренастые более крепкие растут если мы этим раствором опрыскиваем наши растения по листьям значит мы удаляем как бы серую гниль серый гниль на наших растениях не появляется это очень актуально для клубники или садовой землянике как то как называют серый гниль не появляется это положительный момент далее раствором эти мы можем прыскать растения нас мы Мы предохраняем их от паучинного клешча, паучинный клеш, тля даже на капусте, также не любят настоя луковой шелухи. Ну вот после того, как мы сделали этот настой, мы возьмем эту шелуху, уже как бы она уже более, часть, ну, таких, которые порчу, как бы тормозили рост микрорганизма, уже забралась, и мы их можем просто закапывать под растение, что это тоже очень полезно. Ну, кто-то такие уже вытяжки добавляют при посадке картофеля. Садят картофель и вот их добавляют, горсть этой самой, этой мокрой луковой шелухи уже под каждый клубень. Ну, а еще такой вопрос, интересный, мне вот, когда бы задали при разговоре, что можно ли вот этим настоем луковой шелухи поливать растение? Потому что многие знают, что если лук загнивает, возле него появляется много мошек, дрозофил, то есть они растут. Значит, замечу, что полив комнатных растений луковой шелухой вреда не принесет, и дрозофилы не появятся. Почему? Потому что дрозофилы появляются на гниющий запах лука. Сгнивает луковица, органическое вещество, и они поэтому идут. Не шелуху они едят, а именно дрозофилы живут в гниющей мякоти. Поэтому вы заметите, такая же гниющая мякоти груш и яблок точно так же привлекает дрозофилы. А сама шелуха по себе, она не привлекает. Ну, и что попутно замечу, значит, что более сильными свойствами обладает желтая шелуха. Шелуха из белых луков и фиолетов имеют гораздо меньше бактерицидных свойств. Но у кого-то растет и много чеснока, есть чесношная шелуха. Так вот, осенняя чесношная шелуха имеет такие же самые свойства, как и луковая. Поэтому вы тоже ее не выбрасывайте, а смело применяйте и для борьбы с болезнями и вредителями, и для активизации почвенной микрофлоры. Так что эти отходы сослужат вам хорошую службу при правильном подходе и грамотном обращении с ними. Хороших вам урожая! До новых встреч!